Срубят, область горит. По этим показателям при Ангаре вошло в восьмерку самых неблагополучных регионов страны. В Иркутске и Общероссийским народным фронтом создана группа общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса. Накануне группа провела первое авиапатрулирование. На самолете был совершен облет ближайших лесничеств. В каждом наблюдатели отметили большие площади вырубленных лесов, захламление территорий отходами незаконной вырубки, а в одном районе попытку скрыть ее следы. По словам Сергея Апановича, в апреле истек срок действия договора с казаками. Они патрулировали леса и долгое время являлись сдерживающим фактором для черных лесорубов. Теперь выявить нарушителей станет сложнее. Решение проблемы специалисты группы общественного мониторинга видят в увеличении ранее сокращенного числа лесников, повышении ответственности за незаконные вырубки и усовершенствование законодательной базы по лесопользованию. Школы и детсады освободят от налога. Госдума приняла в третьем чтении закон о нулевой ставке по налогу на прибыль для услуг присмотра и ухода за детьми. Льгота коснется детсадов, дошкольных групп и групп продленного дня в школах. По мнению специалистов, это антикризисная мера. Она позволит направить сэкономленные дошкольными учреждениями деньги на модернизацию, развитие и увеличение зарплаты сотрудников. Также появится возможность снизить плату за пребывание ребенка в детском саду. Сейчас деньги, которые родители платят за своего ребенка в дошкольном учреждении, облагаются налогом на прибыль по ставке 20%. Полностью ликвидировать очередь в детские сады. Иркутская область в этом году получила более 1 миллиарда рублей на создание дополнительных мест, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, строительство детских садов и приобретение оборудования. Часть денег выделил федеральный бюджет. Также средства будут направлены на поддержку и развитие частных детских садов. В текущем году в регионе планируется дополнительно ввести в дошкольные учреждения 6 566 мест и сдать в эксплуатацию 10 зданий детских садов. Минздрав предупреждать не будет. Бутылки с алкоголем сохранят свой прежний вид. Министерство здравоохранения не одобрило идею, предложенную депутатами Госдумы, клеить устрашающие картинки на упаковке спиртного. Как сообщает известие, в ведомстве считают такую антирекламу неэффективной и приводят в пример международную практику. Ни в одной из 55 стран, где на пачках сигарет соответствующие изображения есть, не была принята попытка распространить опыт также и на алкоголь. Народный контроль. В Иркутске появились браконьеры, но мобильные корреспонденты нашей телекомпании не дремлют. Один из них сегодня утром в Ангаре обнаружил рыболовную сеть. Судя по видео, она небольшая, метров 30 в длину. Поставили ее рядом с берегом в районе Академического моста. Если присмотреться внимательно, то видно, что две рыбы попались. А если вы стали свидетелем чего-то важного, интересного или необычного и хотите стать нашим мобильным корреспондентам присылайте свое видео на нашу электронную почту или звоните по телефону редакции 33 13 28.